Ты, конечно, делаешь железную дорогу к этому городу, и если хочешь, поставляешь им еще гуманитарную помощь, если авиацию развиваешь, сбрасываешь с самолета им боеприпасы, развиваешь у них технологии, поставляешь им через железную дорогу танки, технику, войска для борьбы. У них там бункер, в общем, ну и они пытаются бороться с муравьями, просто с обычным оружием. Но они проигрывают муравьям, и ты уже должен сам там. Но я подумал, что это слишком сложно, невозможно будет снимать одновременно это и их город, и транслировать это, ну или за выкладок видоса об этом. А сейчас я подумал, типа, а где это началось после ядерной войны, и, типа, почему, как-то логически получилось, что муравьи, они либо образоваться должны просто в современных условиях, а где, на Востоке, где-то, где-то, где Афганистан где-то, либо в Китае, там. А как тогда? Получается, ты должен играть не сначала там развиваться, а ты, получается, должен играть за какую-то из стран. За Китай, либо за США, за Европу, либо за Америку, либо, ну, как в Rise of Nations. Игра такая старая была. Либо за какую-то, там, ну, короче, за какую-то страну должен играть. А это не получается, потому что у меня-то игра начинается с начала самого. Значит, это либо после ядерной войны, либо это на другой планете. Типа, люди, общая, общая международная миссия посылает на какую-то планету людей, осваивать ее, и начинается вот эта хуйня. А там, на этой планете, типа, нету нефти. Хотя нефть, кстати, насколько я слышал от этого, вот, из семи слонов, что нефть сейчас перерабатывают, добавляют, делают из них давеные продукты, вот, которые мы покупаем, типа, и ее добавляют всюду. По идее, нефть-то могут добывать люди, и нужно им добывать. И муравьи тоже могут добывать. Но вот вопрос, как появляются муравьи, типа, люди привозят муравьев на эту планету, и они, муравьи, мутируют на этой планете. и начинаются, то есть, то есть, у людей изначально-то ничего нету, то есть, и они должны построить каким-то, то есть, должны быть какие-то инженеры, и у муравьев должны быть несколько рабочих, чтобы построить основные здания, добывающие воду, газ, и нужно пробурить землю внутрь к минералам, а нефти, получается, нету. Потому что мне не нравится нефть, потому что я живу в стране, где нефть добывают, из-за этого нечета. продают нам нихуя. Типа нефть, мне не нравится просто само по себе нефть вообще. Типа действие будет происходить на чужой планете, видимо. А на какой планете, вот вопрос. На Марсе невозможна жизнь, там очень холодно. нигде в Солнечной системе невозможно. Значит, на какой-то экзопланете далекой, значит, туда прилетели люди, которые располагают супертехнологиями. Но почему они не могут сразу стрелять лазерами, там, или еще чем-то, а стреляют А, может, когда они прилетели на эту экзопланету, они были еще недостаточно развиты. Когда они прилетели, на Земле уже война произошла, либо развились очень хорошо, а там пока что остались на уровне современного развития и ограниченное количество оружия. Только обычное оружие, им нужно развивать производство и технологии с нуля. А муравьи, там, у них есть типа матка и несколько муравьев. А почему экзопланета безжизненна? Тоже вопрос. И на ней нету нефти. Короче, получается, это экзопланета, на которой есть только газ типа в виде источника гейзера, в виде вода и в недрах есть минералы бесконечные, но об ней нужно пробуриться. Получается, изначально только воду будут добывать и минералы из этого гейзера. Ну, вот, получается, на экзопланете будет все происходить пока что. сейчас я начну фигурки вырезать и за людей еще нужно нарисовать дополнительно и, короче, начну снимать. Еще буду рисовать пейзаж из готики, где сцена происходит на первом плане. Паладин разрубает этого полевого жука.